Мы живем в обществе зачастую хаотичным, нечестным и изобилующим конфликтами и насилием. Свидетельства тому есть повсюду. От дискриминации и притеснения до неверности, коррупции и преступлений. Все это стало слишком обычным явлением. Как результат, ваше счастье может быть оморочено трагедией и горем из-за бесчестности и дурного поведения окружающих. Причина всего этого – утрата нравственных основ и ценностей. Но повернуть вспять этот упадок и возродить целостность и доверие человека помогает дорога к счастью. Первый моральный кодекс, целиком основанный на здравом смысле. Написанный Элроном Хаббардом в 1980 году, чтобы заполнить моральный вакуум во все более материалистическом обществе, этот кодекс из 21 наставления восстанавливает узы, объединяющие человечество. Это нерелигиозный кодекс, которому может следовать человек любой национальности, культуры или вероисповедания. Так как действия других сильно влияют на жизнь самого человека, то, даря книгу «Дорога к счастью» своим друзьям или коллегам, он улучшает свое собственное выживание, возрождая нравственность окружающих и помогая им лучше выживать и быть счастливее. А те люди, в свою очередь, передают эту книгу тем, на чью жизнь они оказывают влияние, помогая им проявлять к ближнему доброту, сострадание и уважение. Более 115 миллионов экземпляров книги «Дорога к счастью» было распространено обычными людьми из рук в руки более чем в 186 странах. Но восстановление нравственных устоев общества – это огромная работа. И именно поэтому фонд «Дорога к счастью» в 2003 году открыл новый международный центр в Глендейле, штат Калифорния. Здесь педагоги, главы корпораций, законодатели и высокопоставленные лица со всего мира учатся использовать эту важную книгу, чтобы вызвать перемены, в которых остро нуждается их бизнес, общество и страна. Этот фонд, как центральный координационный пункт всей деятельности «По дороге к счастью», также контролирует растущую сеть континентальных и региональных офисов и помогает ей. А они помогают тысячам людей групп распространять эту книгу во всех слоях общества. Чтобы удовлетворять растущий спрос на эту брошюру, в главном офисе установлено оборудование цифровой печати, способное печатать ее мгновенно более чем на ста языках. Тысячи людей, компаний и государственных органов уже приобрели книги с индивидуализированной, обложками. Таким образом, они принимают и распространяют «Дорогу к счастью» от своего имени, передавая ее послания лично от себя. Эта книга доказала свою эффективность в профилактике преступности и в исправлении преступников. Как часть международной программы по реабилитации «Криминон», «Дорога к счастью» используется в центрах для несовершеннолетних и условно осужденных и в тюрьмах по всему миру. Нарушители получают моральный кодекс и применяют его, чтобы стать честными и продуктивными гражданами. Представители правоохранительных органов используют «Дорогу к счастью», чтобы развернуть растущие статистики преступности и насилия. Всего один пример. В Колумбии десятки тысяч полицейских и военнослужащих посетили семинары «По дороге к счастью». После чего они распространили более 11 миллионов брошюр, охватив пятую часть населения. И за то же самое время уровень преступности в стране упал более чем на 50%. Тогда как в Нью-Дели, столице Индии, полиция печатает и распространяет «Дорогу к счастью» со своим дизайном обложки, принося новую надежду тысячам детей из групп РИСКО с помощью семинаров по 21 наставлению. И в Южном Лос-Анджелесе, бандитской столице мира, враждующие группировки создали движение «Объединяйтесь с миром» под знаменем «Дороги к счастью». Поездки за мир, враждовавших когда-то клубов байкеров и автомобилистов, проезжая по чужой территории, распространили тысячи брошюр. По окончании первого года поездок за мир, статистика убийств в районе упала на самый низкий уровень с 1966 года. В города, которые разрываются на части гражданскими беспорядками и войнами, добровольцы приносят разумность и спокойствие, распространяя эту книгу. Во многих странах, как местные, так и национальные лидеры официально благодарят «Дорогу к счастью» за то, что она привнесла гуманность и сострадание в целые регионы и государства. Фонд также предоставляет серию видеороликов. По одному на каждое наставление книги. Их регулярно показывают в торговых центрах, в общественном транспорте, на спортивных мероприятиях, школах и кинотеатрах. Их также транслируют по телевидению в США, Южной Америке, ЮАР и в других странах. Всего около 800 телестанций по всему миру. Существует еще и полнометражный фильм по книге «Дорога к счастью». Книга оживает в фильме «Глава за главой», «Наставление за наставлением», без сокращений и купюр. И поскольку фильм иллюстрирует каждый концепт, понимание «Дороги к счастью» выходит на новый уровень. Фильм сделан на 30 языках и транслируется целиком на телеканалах от Арубы до Италии и от Киргизии до США. Фонд также распространяет набор для преподавателя, в который входит руководство для преподавателя по «Дороге к счастью», фильм по книге, 21 ролик для начала урока и персональные брошюры для каждого ученика. Учителям также предоставлены плакаты по наставлениям для использования в классе. На сегодня более чем 10 тысяч школ в 100 странах использовали «Дорогу к счастью» на своих уроках. Сайт фонда предоставляет каждому посетителю возможность узнать, что такое «Дорога к счастью». Они могут посмотреть видеоролики, отрывки из фильма по книге и заказать бесплатные просветительские материалы. Они могут также скачать брошюры «Дорога к счастью» или заказать книги со своей обложкой, чтобы раздавать их другим. Все, что отделяет раздираемых конфликтами мир от мира сострадания и спокойствия, это нахождение общих ценностей, с которыми смогут согласиться все, независимо от национальности, цвета кожи или религии. В ваших силах указать дорогу к более безопасной и счастливой жизни. Дайте «Дорогу к счастью» тем, кто вам не безразличен, чтобы они тоже могли передать ее другим. Спонсируйте кампанию по ее распространению или организуйте группу и помогите вашему району восстановить честь и порядочность. Где бы ни появлялась «Дорога к счастью», подобно маслу, усмиряющему бушующие волны, все дальше и дальше распространится там спокойствие, создавая лучший мир, построенный на терпимости, доверии и понимании. Субтитры создавал DimaTorzok